Добрый день, уважаемые жители Оренбургской области. Я сегодня выхожу в эфир с нового места, с Центра управления регионом. У нас появился еще один инструмент открытой коммуникации с населением. Сегодня мы используем тепловую карту, на которой мы видим все вопросы, которые появляются в социальных сетях через журналистов, через телеграм-каналы по самым топовым проблемам, по всем отраслям, по здравоохранению в том числе. Поэтому у нас новое рабочее место, для нас очень полезное, потому что, конечно же, мы и раньше ориентировались во многом на то, что читали в социальных сетях. Сейчас профессиональная обработка всего этого массива данных. И поэтому мы сегодня, можно сказать, имеем готовый инструмент для того, чтобы отвечать на самые острые запросы нашего населения. И я, как обычно, готова доложить оперативную ситуацию в нашем регионе по эпидситуации, по острым респираторным заболеваниям, по пневмониям. И какие наши действия, и какие сегодня самые основные вопросы. Начну я сначала с федерального документа, который вышел на этой неделе, который существенно повлияет в том числе на действия медицинских работников. Это новые санитарные правила. Главным санитарным врачом Российской Федерации на этой неделе подписаны изменения, вносятся изменения в санитарные правила по организации помощи при коронавирусной инфекции. И вносятся изменения в порядок тестирования при коронавирусной инфекции. Изменений достаточное количество. Я остановлюсь на двух принципиальных новшествах, о которых должны знать наши жители. Первое. Для того, чтобы выйти уже на работу, после выздоровления достаточно одного мазка. Если раньше надо было два отрицательных мазка, то сейчас один отрицательный мазок. То есть, либо он делается при выписке стационара, либо уже на амбулаторном этапе в поликлинике. Безусловно, это существенно снизит и нагрузку на лабораторию, и скорость, конечно же, выдачи результатов. Поэтому, думаю, что у нас на самом деле эта проблема последние две недели и так перестала звучать. Скажем, мы на горячую линию последние дни получали вопросы по несвоевременности выдачи мазков от одного до трех обращений за сутки. Ну а сейчас эта тема, безусловно, вообще уходит с повестки дня. И мы себе ставим амбициозные задачи не только в 48 часов, но и в 24 часа выдавать результаты мазков. На самом деле мы очень ждали этого изменения, смотрели вообще динамику, какой процент, если первый отрицательный мазок, второй, как часто положительно, это не больше, чем в полутора процентах случаев, по нашим данным, происходило. Поэтому, собственно, для нас это ожидаемое новшество. И оно никаким образом не ухудшит эпидситуацию. И можно быть абсолютно спокойным, что человек с одним отрицательным мазком может вполне приступить к работе. Это касается, конечно же, и детей. Если дети получают лечение, то также перед выходом в детский коллектив, в школу или садик будет достаточно одного контрольного мазка. Второе новшество касается в санитарных правилах обследования контактных. Я на этом хочу сделать акцент, что это не решение субъектовое, это федеральное решение, что родственники пациентов в семейном окружении, которые находятся с ним дома, они находятся в течение 14 дней на домашнем режиме. Но если нет клинических проявлений заболевания, если человек не заболевает контактный, он не обследуется. Он просто находится 14 дней на изоляции. И если клиники никакой не появилось, то через 14 дней человек выходит на работу без мазков. Таким образом, здоровых контактных с этого понедельника мы не обследуем на коронавирусную инфекцию. Вот это две принципиальные позиции по изменению тестирования, которые введены решением главного санитарного врача Российской Федерации. Ну и сейчас о ситуации. Ситуация у нас по заболеваемости ОРВИ, пневмониями, респираторными инфекциями, коронавирусной инфекцией на территории субъекта стабилизируется с дальнейшей тенденцией к улучшению. Сегодня могу об этом говорить уже абсолютно твердо. Мы третью неделю имеем снижение уровня госпитализации. По госпитализации за прошедшую неделю, которая закончилась, мы вышли на среднесуточное поступление на уровень первой недели октября. У нас самые высокие пиковые цифры по госпитализации были третья и четвертая недели октября. Сегодня мы вышли на первую неделю октября. И вот прошедшие два дня также показывают дальнейшие положительные тенденции. Мы снижаемся по госпитализации. Это, конечно, самый чувствительный фактор, который говорит о распространении заболеваний, о тяжести больных людей. Более того, сегодня мы на койчике, вот сегодня на ВКС этот вопрос обсуждали. У нас изменилась структура, у нас меньше госпитализируется с этапа скорой помощи и больше с поликлинического этапа, что говорит о том, что доктора на этапе поликлиник начинают лечение, если не видя должного эффекта, то госпитализируют уже пациентов с этапа амбулаторного и не дожидаются, безусловно, никакого утяжеления. По вызовам скорой помощи, по респираторным вызовам, мы в первую очередь два крупных города, три крупных города анализируем, Оренбург, Корск и Бузулук. По всем трем городам снижение респираторных вызовов относительно октября месяца у нас в два раза. Абсолютно одна и та же статистика, два-два, два с половиной даже раза в Орске. Ну и, естественно, мы уже третью неделю стабильно обслуживаем все неотложные вызова на этапе скорой помощи в течение двух часов. По респираторным вызовам в поликлиниках мы также наблюдаем положительные тенденции, где-то снижение больше, где-то стабилизация. Во многих районах вообще по обращениям по ОРВИ вышли многие уже районы на уровень ноября 2019 года. Конечно же, по пневмониям показатель намного выше, но нас это достаточно сложно сравнивать, потому что мы никогда в предыдущие годы не делали такое количество исследований, компьютерной томографии просто не делали, но и рентгенов мы столько никогда не делали при ОРВИ, поэтому по пневмониям цифры мы сравнивать не можем, а вот по ОРВИ тенденции очень неплохие. Вот это что касается в целом заболеваемости. Да, ну и у нас снижается доля положительных находок коронавируса, то есть мы все наращиваем, наращиваем число исследований в абсолютном значении, имеем некоторую тенденцию уже к снижению, а в доле вообще существенное снижение выявления положительных результатов. По мазкам мы открыли на этой неделе лабораторию в Бузулуке. На Западе у нас ее просто не было, ПЦР. Все мазки возились в Оренбург со всей западной зоны, из Бузулука, из Груслана, со всего Запада. Сегодня у нас открылась лаборатория в структуре инфекционной больницы на базе филиала инфекционная больница. И я думаю, что это также существенно и ускорит получение мазков. И вообще у нас никаких проблем на западной зоне. Их уже не было, и тем более сейчас не будет. Дальше вопрос, который мы сегодня видим, пока очень волнует наших жителей, это по лекарственному обеспечению. Но лекарственное обеспечение, две составляющие. Это лекарства в аптеках и лекарства, бесплатная выдача лекарств для амбулаторного лечения. Но что касается в аптеках, можно сказать, что острота этой темы снята уже абсолютно полностью. Мы, конечно же, смотрим по самой топовой позиции, которая в середине октября была наиболее дефицитной. Это антибиотик цевтриаксон. На сегодняшний день 150 тысяч упаковок на территории субъекта находятся. Это более чем большие запасы. Вчера губернатор, тоже посмотрев тепловую карту, выехал в две аптеки, что было даже для меня абсолютно неожиданно, без предупреждения. И в аптеке все препараты были. Поверьте, мы не готовили. Я даже до сих пор не знаю, какие две аптеки посетил губернатор вчера. У нас нет проблем действительно с лекарствами сегодня, с основными лекарственными препаратами для лечения респираторной патологии. У нас проблем сегодня в аптеках нет. Что касается бесплатных лекарственных препаратов, 73 миллиона рублей мы получили из федерального бюджета для лекарственного обеспечения. На сегодняшний день у нас законтракчено около 50 миллионов рублей. И пошли уже первые поступления. На территории субъекта есть уже фавиаперавир, это противовирусный препарат. Плаквенил тоже применяется как препарат выбора. Вторая схема лечения. Коронавирусная инфекция. Гидроксихлорохин, правильное его название. Международное наименование. Четыре антибиотика у нас на сегодняшний день уже есть для бесплатной выдачи гормоны. Сегодня должен поступить парацетамол. Мы оперативно в течение суток развозим лекарственные препараты по территории области. И система у нас налажена через выписку рецептов. Как в электронном виде, так и в ручном виде можно выписать рецепты. И мы сегодня в ежедневном режиме начинаем уже отслеживать, сколько лекарственных препаратов выписано. Вот, допустим, сегодня с главными врачами обсуждали. У нас Тюрган очень активно приступил к выписке. Некоторые регионы даже активнее, чем крупные города. Поэтому врачи сегодня имеют доступ к выписке лекарственных препаратов. И обращаю внимание, не дожидаясь результатов мозга, когда есть подозрения на то, что данный пациент страдает именно коронавирусной инфекцией. Сегодня клинически это достаточно четко уже доктора видят. Особенно если речь идет об амбулаторном лечении пневмонии. Поэтому мы ежедневно будем продолжать отслеживать выписку лекарственных препаратов. И надеюсь, что за несколько дней наши доктора, участковые терапевты и фельдшера, безусловно, организационно все вопросы, какие-то шероховатости, если и будут, мы их достаточно быстро будем подкручивать. И надеюсь, что выписка пойдет очень активно. Дальше. Я сказала, что у нас существенно снижается госпитализация. Поэтому у нас серьезно уже запустовал коечный фонд. На сегодняшнее утро порядка 1700 коек у нас на сегодняшний день пустуют. В том числе на 50 и 70 даже процентов у нас запустовали некоторые госпитали долечивания на территории. В первую очередь города Оренбурга и в Груслане у нас, по сути, пустой уже госпиталь долечивания. Поэтому мы с этой пятницы приступаем к поэтапному закрытию госпиталей долечивания. Начнем вот с в городе Оренбурге. В пятницу уже определились с двумя госпиталями, которые мы закроем, законсервируем. И с главными врачами, безусловно, мы проговариваем возможность их открытия в течение суток. Ставим такую задачу в случае ухудшения ситуации. В течение суток будем госпиталь разворачивать. Искренне надеюсь, что нам это не потребуется. Ну и у журналистов были вопросы и поступают вопросы по микрохирургии глаза. Действительно, спасибо большое правительству Российской Федерации. Нам федеральную клинику, поскольку микрохирургия глаза – это федеральная клиника, нам дали возможность развернуть там ковидный госпиталь. Мы обращались с этой просьбой в сентябре месяце, когда существенно начала ухудшаться ситуация. Сегодня у нас острота этого вопроса отсутствует. Тем не менее, мы будем смотреть и в случае необходимости, конечно, и этот ресурс сможем использовать однозначно. Ну и, наверное, последнее, что скажу, что с понедельника младшая школа выходит в школу на очное обучение. Как губернатор на прошлой неделе обозначил эту задачу. Безусловно, мы готовимся с Министерством образования к ее выполнению с 23 числа. Вся младшая школа выйдет на учебу научную вместе с ребятами 11 класса. По средней школе мы будем определяться, скорее всего, к концу этой недели или в начале следующей будем принимать решение. Либо еще посмотрим неделю, как у нас малыши пойдут на учебу, как это повлияет на эпидситуацию. После этого будем принимать решение по средним школьникам. Будьте здоровы, пожалуйста, берегите себя. Не забывайте, что пока стратегия уклонения от заражения является самой правильной. Особенно для пожилых людей, поэтому, пожалуйста, пожилые, я обречаюсь в первую очередь к нашему старшему поколению, пожалуйста, маски, социальная дистанция и максимальное исключение ненужных социальных контактов сегодня также остается важным, приоритетным для того, чтобы не заболевать. Будьте здоровы! Будьте здоровы!